Всем доброго утра! Пользуясь яблочным сезоном, прекрасным настроением, солнечным и выходным днём, решил я приготовить сегодня ещё один яблочный пирог, который мне очень нравится. Сразу скажу, пирог занимает достаточно много времени. Не в смысле времени приготовления, а именно времени подготовки. Не нужно, конечно, стоять над ними трястись. Нет, можно спокойно заниматься своими делами, а тесто будет само по себе подходить. Его, главное, замутить. Давайте приступим. Ну, как обычно, количество всех ингредиентов вы найдёте у меня под видео. Я просеял 540 грамм муки, из них сразу 120 убираю в сторону. В чашку добавляю одно куриное яйцо, добавляю тёплое молоко, тёплое, не горячее, чтобы яйцо не свернулось. Растопленное сливочное масло. Щепотку соли, это буквально 5 грамм. И всё тщательно перемешиваю. Готово. В просеянную муку добавляю 5 грамм сухих дрожжей. Обычная стандартная упаковка 7, возьмите немножко меньше. Перемешиваю, ну и добавляю жидкую массу. Вы помните, молоко у нас не горячее, иначе вы убьёте дрожжи. Так, ну и замешиваем тесто. Вы можете сделать это как вручную, займёт, может быть, минут 7-10. Или, если у вас есть комбайн, можете сделать на кухонном комбайне, на ваше усмотрение. Выкладываю тесто на рабочую поверхность и вымешиваю в течение 7 минут. Ну вот, друзья, после 7 минут интенсивного вымешивания, тесто моё выглядит бодрячком. В чашку добавляю немного растительного масла с нейтральным вкусом. Отправляю тесто сюда. Накрываю пищевой плёнкой. Сделаю пару отверстий, чтобы тесто дышало. И отправлю на час-полтора в тёплое место. Благо, батареи включили, я отправлю тесто поближе к батарею. Если у вас ещё дома отопление не подключено, то вы можете сделать следующим образом. В стакан, точнее в кружку, налить кипячёной горячей воды, накрыть плёнкой. И, если у вас есть микроволновая печь, поставить всё вместе в микроволновую печь. Закрыть. И за счёт тепла тесто будет подходить. Если вы заметите, что вода у вас уже остыла, вытащили тесто, включили микроволновую печь, подогрели немного воду. И опять всё вместе. Такой небольшой трюк. В духовке с лампочкой я как-то не особо доверяю. Так, теперь приготовлю стрельзельную крошку. 120 грамм муки, которую мы убрали в сторону. В них я добавляю сахар. И добавляю натертое масло с морозилки. И начинаю перетирать все ингредиенты вместе. Как только масло начнёт от тепла рук плавиться, то начнут соединяться все ингредиенты. Я уже заранее прогрел духовку на 180 градусов. И какую-то часть стрельзельной крошки я запеку сразу. В дальнейшем вы увидите, для чего я это сделал. Этого делать не обязательно. Но я считаю, что так будет вкуснее. Но это лично моё мнение. Если среди вас есть кондитеры с образованием, вы можете мне возразить. Точнее, лучше аргументировать. Вот весь процесс у меня занял меньше двух минут. Всё, мне этого будет достаточно. Мне слишком крупная крошка как таковая не нужна. Далее я отсыплю буквально немного крошки в сторону. Ну, немножко это примерно 100 грамм. Этого будет мне достаточно. Так, ну, остальную часть крошки на пекарскую бумагу. Противень. Их в духовку на 10 минут. Так, крошка готова. Я сразу её отправляю в чашку. Так, ну, и при помощи вилочки разбиваю на более мелкие кусочки. Просто если я её оставлю остывать так, то она у меня, как бы, этот карамель, сахар, он будет жестковат. Мне будет это просто сложнее сделать. Так, поэтому я делаю это сейчас и сразу. Да, вторая часть крошки у меня находится, та, которая не приготовлена, в холодильнике. Так, ну, обратно на пекарскую бумагу распределим и пускай крошка остывает. Но я пока подготовлю яблоки. Значит, мой выбор упал в этот раз на сорт Боскоп. Вы можете взять любые яблоки, которые вам по вкусу. Это ваше личное дело. Значит, яблоки я при помощи мочалки обмою хорошо под горячей проточной водой. Я не буду щищать кожу, я её оставлю. Но мне так хочется. Удалю сердцевинки, плодоножки, плодоличики и нарежу на небольшие кубики. Для пирога я возьму буквально 5 яблок. Общий вес 930 грамм. Этого будет достаточно. Яблоко пополам. Ещё раз пополам. И все несъедобные части вырезаю. И нарезаю вот на такие некрупные кубики. Кубики должны быть не очень большими, потому что мы их будем затем заворачивать в тесто. Всё, яблоки готовы. Я отправляюсь к плите, где у меня уже сковорода разогрелась. Добавляю 60 грамм сливочного масла. Одну столовую ложку сахара. Сейчас я сковороду переключил на температуру 200 градусов. То есть до этого я её нагрел, чтобы масло не горело. Просто нагрел. А теперь переключил на 200 градусов. Добавляю одну чайную ложку молотой користи. Тщательно перемешиваю. И отправляю сюда яблоки. И потушу яблоки буквально 3 минутки. В небольшом количестве холодной воды развел 15 грамм кукурузного крахмала. Вот сейчас яблоки дали сок, и мне этот сок нужно загустить. Для придания аромата добавлю буквально 30 миллилитров яблочной спиртовой настойки кальвадос или кальвадос. Можете заменить коньяком или ромом, на ваше усмотрение. Осторожно, брови, иначе нечего будет выщипывать. Вот так вот фламбируются фрукты. Всё, алкоголь уже полностью выпарился, потому что он перестал гореть. Алкоголя как такового нет. Кому по каким-либо причинам нельзя алкоголь, можно этого не делать. Яблоки готовы, и я их перекладываю на холодную поверхность. Любую холодную поверхность. Яблоки должны просто полностью остыть. Пока тесто подходило, я взял готовый яблочный мусс из магазина и немного уварил его в сковороде, чтобы он просто стал у меня более густой. Если у вас дома достаточно яблок, вы можете приготовить его сами. Очистить яблоки от кожуры, мелко порезать и хорошо проварить с сахаром. Сахар на ваше усмотрение. И затем просто пропюрировать. Всё, яблочный мусс готов. Тесто у меня подошло. Теперь мне его нужно будет разделить на 8 равных частей. Ну, примерно равных. Ну, так как я в этом плане немного щепетильный, я просто напас тесто взвешу. И я сделаю это всё на весах. Ну, как я уже сказал, это не обязательно. Если у вас где-то там грамм меньше, грамм больше, ничего страшного. Так, ну, по 90 грамм у меня должны получиться шарики. Ну, вот и всё. Так, теперь вот эти шарики аккуратно скатываем и укладываем швом на дно тарелки. Макрой пищевой плёнкой и оставлю их отдыхать минут на 7. Выпекать пирог я буду в сковороде. Влаго у меня откручивается ручка. Диаметр её 28 сантиметров. Сковороду я предварительно смазал сливочным маслом, присыпал мукой. И остатки муки просто стряхнул. Она у меня готова. На случай, если у кого-то возникнут проблемы с подходящей формой, то есть, вот посмотрите, я просто-напросто очертил круг. И в этот круг я уложил пирог. Собрал его точно так же. Ну, противень, я надеюсь, есть у каждого дома. Я очень на это надеюсь. Проблема будет, если нет духовки. Тогда да. А так, не вижу препятствий. После того, как я его спеку, я вам покажу ещё раз результат. Ну, и начинаю раскатывать тесто. Присыпаю поверхность немного мукой. Буду раскатывать я, но у меня здесь всё обозначено, по 28 сантиметров в коржи. Время от времени вращайте тесто, чтобы оно у вас равномерно раскаталось. Если вы, конечно, печёте постоянно, и для вас это рутина, то у вас вообще проблем никаких не возникнет. Рабочая поверхность у меня небольшая на кухне, потому что кухонька маленькая. Скажем так, не совсем удобно работать, но разве ж меня это останавливало. Нужно диаметр достигнуть, и теперь я распределяю яблочный мусс. Буквально по 30 грамм на каждый корж. Вот эту готовую стрелизельную крошку мне нужно мысленно разделить на 8 равных частей. Присыпаю крошкой, складываю корж пополам, ещё немного крошки. По яблокам также. Мне нужно мысленно разделить яблоки на 16 равных частей. Укладывать начинку я буду с двух сторон. И заворачиваю. Готово. И сразу перемещаю в сковороду. Делать я буду корж за коржом, потому что на кухне, как я уже сказал, мне особо не разбежаться. Было бы хорошо раскатать все коржи, а потом распределить все начинки. Ну и постепенно раскатываем все коржи. И наполняем начинкой. Всё то же самое. Высыпаю остатки стрелизельной крошки. Я вам вначале показал, что я крошку два раза сыплю. Не делайте эту. Один раз сверху. Всё. Накрыл. И до свидания. И оставшиеся яблоки. То есть здесь, я как говорю, уже взвешивать не нужно. Всё можно сделать на глаз. Так, убираем в сторону. Ну и теперь мне нужно будет втиснуть. Так, теперь, следующим шагом. Накрываю пищевой пленкой и отправляю на 40 минут на расстойку. За 15 минут до окончания расстойки включу духовку на верх-низ без обдува на 180 градусов и прогрею её. Так, ну у меня на расстойку ушло немного больше времени, потому что место оказалось не совсем тёплым, поэтому чуть-чуть дольше. Так что смотрите по вашему пирогу сами, сколько вам понадобится время. Так, ну теперь нужно его помазать желтком, что я сейчас и сделаю. Так, нужна кисточка, а кисточки у меня, к сожалению, нет. Так, ну что, будем импровизировать. Господи, какие проблемы. Так, на вилку немного бумажной салфетки и желтком покрываем наш будущий пирог. Так, ну вот, отлично. Немного всё подожмём, чтобы было аккуратненько. Так, ну и теперь оставшейся штрезельной крошкой посыпем наш пирог. Духовка прогрета, 180 градусов, вверх-вниз. В среднем положении духовки на 35 минут. Далее я переключу духовку на 200 градусов и буду допекать ещё 5 минут с конвекцией. Вы ориентируйтесь, конечно, на свою духовку. Так, ну вот, время истекло. Всё, пирог готов. Ну, теперь мне нужно дать ему только остыть. Ну, и затем будем его разломать. Так, ну, пирог у меня уже остыл. Сразу скажу, что я его уже заранее ещё раз вытащил из формы и посмотрел, и случилась следующая оказия. За счёт того, что всё-таки дно сковороды немного толстое, низ немного ещё не допёкся. Совершенно забыл сказать, после того, как вы пирог достали, просто-напросто при помощи деревянной шпажки проверьте его, готов ли он на... Шпажка должна выходить из пирога совершенно сухой. Вот и всё. Поэтому мне пришлось доводить пирог снизу ещё 15 минут при температуре 170. В такой форме, конечно, как вот эта для Акиша этого бы не случилось. Она бы пропеклась. Но, как говорится, что случилось, то случилось. Пирог перевернём и посмотрим, что из него получилось. Ну, как говорится, всё хорошо, что хорошо кончается. Как вы видите, пирог очень мягкий. Он ещё до конца не остыл, поэтому я воспользуюсь лопаткой, чтобы его аккуратно достать. Покажу вам его в разрезе. Вот так вот он выглядит. Видите, он ещё тёплый, ещё дымится. Всё нормально, хорошо пропеклось. На вкус отличный. Значит, смотрите, что могу ещё добавить. Яблоки всё-таки желательно брать поздние и зимние сорта, которые имеют плотную структуру, которые при выпекании сохраняют форму, сохраняют кислинку. Сахара, то, что я добавил, достаточно за глаза. Даже не переживайте, что у вас пирог будет не сладкий. Он сладкий вообще в цвет. Если мало ли кто-то не хочет делать сверху с штрейзелем, то можно вместо штрейзеля, после того, как пирог испекли, смазать его 30-ти процентной сметаной, взбитой с сахарной пудрой. Да, желательно, конечно, сметану для начала подвесить, чтобы лишняя влага ушла. Тогда она будет густой и сразу, как и пирог горячий достается из духовки, сразу же промазывается. Ну, такой вариант у меня есть на канале. Это как я делал синабоны. Оставлю ссылку, если вам будет интересно, вы можете посмотреть. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и до новых видео.